Оказывается, в городе Вэнспилс тоже есть Сакура возле автовокзала, но сегодня сюжет не об Энспилсе. Сегодня сюжет о том, как я еду из Риги в город Саласпилс на поезде. Давайте поедем вместе. Мы с Алиной прощаемся и не только с Алиной, а с дочкой тоже, да? Папа уезжает и в Ригу. А покажи, что я тебе дала. Пирожки. Да. Вот дочка мне в путь, дала такой, чтобы не скучал. Кошечка, да, она не стрессовала. Другой этаж. Другой этаж. Другой этажный автобус. Вот так место. Я на втором этаже, с другой стороны у меня место. Вот я, да, да. Прощаемся, да. Ну, не мучай. Ну, давайте, идите, грейтесь. Ну, вот, поедем в Ригу. На улице холодно. Плюс 7 градусов только проставляете при всем. Солнышко, вот такой двухэтажный, двухэтажный, комфортный автобус. С экранчика удобно. Телефон можно заряжать. Ну, так удобно. Послушайте, он начал отчаливать. Отчаливать я даже не заметил. Как большой такой, как самолет едет. Тихо. Глотка, как паром какой-то. Вау. Ну, вот, едем в Ригу. Ну, вот, едем в Ригу. Ну, вот, едем в Ригу. Добро пожаловать на следующую серию. Да, правильно. Мы в городе Рига. Столица Латвии. И это центральный вокзал. Самый центр города. Сегодня я хочу сделать то, что я не делал уже 20 лет. Проехать на электричке от Риги до своего родного города. Саласпелс. Где-то 20 километров. И вместе давайте посмотрим, как это происходит. Может быть интересно, как Латвии едут на электричке. Да? Давайте, входите вместе. Так, ну что, зайдем в центральный вокзал. Много входов. Так. Я вообще тут ничего не узнаю, наверное. давно давно не был. Знаете, еще когда был подростком в советское время. Еще когда здесь были просто какие-то сквозняки и какая-то. В магазинах ничего этого не было. Ну да. Ну, они не очень уютно. А сейчас это как полноценный торговый центр. Да? Так. Я сделаю так, что я купил билеты в интернете. Тогда там чуть-чуть дешевле получается. Вот так он выглядит. Загрузил. Я хочу спросить, куда-то надо идти. Отдельно. Или нет. Так. Я просто могу показать вам сейчас. А, здорово. Я вам спросил билеты интернет. Так. Вот. Ты, ты какую-то upsetting от полноценок? Она будет того времени, как можно даже при ребенке. Нет. Отредельно оказалось. По Lorе. Да. Так. Та... Ну, давай. Стивная глина. Да. Давайте поехали там. так и куда нам свое время я знал 20 лет назад мы попробуем сюда мне кажется направлении это 4 эти наверное еще с моего детства остались поведено и все это он ушел или пришел так о как тут все я до 20 лет не был здесь ну перрон чеки наверное с моего детства еще стали такие не скажу что очень эстетично на сейчас посмотрю рвр риг с вагон рудный или печка дриги делает мои толпы такие же как в моем в детстве да это другие направления вот тот те мордочки тут наверное с моих пеленок еще лет больше 40 лет назад дизайн морды я крички тот попозже был когда я был такой до 10 лет а этот уже со современными мордочка так 8 38 так эти тоже ступеньки моего детства еще почти ну ка ну ка и тут никого надеюсь и зашел правильно и никому спросить слушать а саласпелл правильно вы с нами да все мой родной город лет 20 не ездил даже думаю но вот саласпелл параешь я так и и так и и и и и и и Так, ну что, сели как-то, да? Сиденья современные. Когда мы ездили, в детстве еще деревянные были, знаете, как скамейки. Сейчас так эстетично. Когда я был маленький, здесь были такие, но, вот линии, и там такая, как лавочка маленькая, но окна так были сделаны. Там, конечно, была грязь. Я всегда пальцем лез туда. Мне так интересно было. Мама всегда мне говорила, что не лезь, там грязно. Я думал, ну почему, там так интересно. Вот это было мое недовольство. Ну, сейчас я понимаю, что правильно, да, было грязно. Нельзя сказать, что это ностальгия. Да, у меня по этим поездам нет никакой ностальгии, но интересно прокатиться, да, посмотреть, как и что. И этот поезд куда-то, наверное, пришел, только что. И душно очень. Не сей же воздух, да, может быть, не буду проверить. Инструкция по безопасности, да? О, там отходят, поезд. Двери, крвач. Ну да, я, может быть, если кому-то покажется, что я немножко пессимистически что-то упомянул, но просто так отвык на поезде ехать. С детства плюс-минус все очень похожее осталось. Ну и ностальгии, на самом деле, у меня нет по этим поездам. Все время измучился я, поэтому... Так, ну, ради интереса сейчас проехать, почему нет. Ну и тоже они сейчас делают эту реконструкцию новой железной дороги, рейл-балку, но тогда что-то, я уверен, будет по-другому и как-то тут все будет. А до того, ну, видно, что они поддерживали какой-то порядок, но здесь, по крайней мере, наверху у меня нет ощущения, что там было как-то много вложено и что сильно изменился дизайн многих вещей. Ну, как в Альске, я себе, понимаешь, но в каждом городе все, а с пяти-пяти-пяти здесь всегда в начале пути он медленно-медленно ездит. Ну да, здесь много развязок, чтобы аварий не было и так. На самом деле, я хотел чуть ли не пешком прогуляться в этой городе, где 20 километров, подумал, ну нет, надо, раз такая возможность есть, проехать на поезде чисто, посмотреть, как это было. Да, тогда, в мое детство, эти поезда были такого темно-зеленого цвета, с такой желтой полоской, сейчас по-другому, но... Проверили билетик, очень вежливая девушка, приятная, потому что когда я зашел, я там стоял, чтобы выбрать... Вот, 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 вот... Да, эти дома, конечно, возле железной дороги. Да, это не мое. Просто в детстве я, мало того, что в школу я ездил, ну, вернее, когда в среднюю школу, каждый день я ездил. В детстве мы еще так, в машине, конечно, редко у кого было, и так ездили на поездах куда-то, в Ригу и так далее. И, конечно, еще на разные тренировки ездил. Бывало, по несколько раз в день в Ригу ездил туда-обратно. И вот этих видов, так сказать, настолько осмотрелся, что как бы, ну, просто вспомнить. Что сказать, что по электричкам у нее ностальгия? Ну, нет, нет. Но вам, может быть, интересно посмотреть на железную дорогу, здесь, потому что, ну, в каждой стране немножко по-другому, да. Конечно, пригородные отличаются от транзитных железных дорог, там, ну, своя специфика, короче. Вот такие старые водонапорные башни тут. Просто весь этот район, видите, сколько рельсов. Это такой, ну, грубо говоря, стоянка поездов, концентрация поездов. Ну, здесь именно этот вагонный завод фишеский, недалеко здесь. Ну, короче, здесь всегда электричка на электричке, дизельные поезда по дизайну такие же. Ну, так. Мне самому, кстати, интересно. Я тоже не видел вот этого 20 лет. Вон. В той стороне там, сейчас покажу, одно из самых страшных мест. Там центральная тюрьма. Ну, она чуть-чуть там осталась. Всегда в детстве тоже ехал мимо, так сказать. Нехорошие такие ассоциации. Все, ну, это понятно. Ну, вот. О, это такая свеженькая стала. Да, не раз. Да, вот. Электричечка. Ну, конечно, вот здесь вот, например, ну, она стоит, правда. Вот такая визуально довольно ужасно выглядит. Мне кажется, ну, может быть, они еще через мойку пройдут. Не знаю. И как здесь всегда, поскольку есть товарные поезда, здесь часто очень грязнится все, поэтому... Ну, здесь будет такой эффект пыли. О, здесь свеженькие окна. Вон, там делают электричечки. Ремонтируют, делают. То, что я в свое время отсмотрелся. Зато у вас, может быть, вы первый раз видите, где в Латвии поезда делают, держат, ну, и так далее. А, тут даже какой-то свежий. Такое, индустриального склада такой райончик. Да. Здесь такая развязка, большой треугольник. Туда уходят другие, рельсы, другое направление. Единственное, у меня здесь с детства ассоциация. Хорошо, здесь у папы, сестра жил, а мы там с семьей часто к их семье ездили. Ну, там такие хорошие воспоминания. А вот это что-то новенькое. Это на экспорт, может быть, поезда идут. Ого, не видел здесь вообще таких. И, может быть, на экспорт делается. Ого, интересно. Ну вот, а здесь уже продолжаются, ну, отриги, просто районы. Здесь везде вокруг такие. И многорельсово везде. Девять этажечки. Какая они там, 600 вторая? Не, не 600 вторая, я уже не помню. Ну вот, короче, такие нереновированные. Не очень красивые. Мне так не очень нравится, как они выглядят. Ну, здесь вообще, поскольку Рига была индустриальным центром, именно вот этот район, там вот рижский ТЭЦ-2, термоэлектроцентраль, ну, такой железнодорожный узел большой. Конечно, здесь, ну, вот, видите, рельсам конца не видно. Это называется... Короче, по-русски был бы, ну, стоянка товарных поездов, да. Все сюда, все концентрировалось. Это только малая часть того, что вы видите. Там целая поля, вот, в ту сторону. Да? В эту сторону, там... Ну, это другой раз, я покажу. Там район Тендера, там жилые районы, там... И там река дальше. Да? Вот. Ну, в этот раз мы сели здесь с этой стороны. Ну, хотя, что-то поезда... Поезда на поездах, да? Ну, вот, видите, ну, такие индустриальные направления. Ну, какой переход. Да, тут целая... Тут пешком никак не перейдешь. Можно обломать новый. Ну, и нельзя. Тут забор еще стоит, да. Вот тут такая станция, Штиротово, называется. В переводе это было бы, ну, как разделение. То есть это что-то, что оно где разделяет. Это название из того, что в сороковых годах... По-моему, в начале 50-х тут людей в Сибирь отправляли. С этой станцией и здание с тех пор осталось. Трагическое событие, это памятник рядом стоит. Поэтому, по-моему, вот так вот это здание. Часто судья сюда ездил, тут тренировки были. Ну, не здесь, в смысле, в этом районе. Там, с другой стороны. А в детстве мы, поскольку жили там, вот в ту сторону, возле Рижского детства. Здесь пешком ходили через эти рельсы. Ну, вот видите, целое такое не туристическое место, а чисто технологическое. Это железная дорога с Сиазом. Переезд. Видите, какие заброшенные огороды. Когда-то людям давали, но сейчас дават просто. Вот здесь больше такая зеленая зона. Какие-то леса. Где-то там частные секты. Ну, больше как хутора. Я бы сказал так. С той стороны примерно такой же вид. Там, 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 все Рижская свалка. Вот в ту сторону. Большие горы, видите? Смотрите, какая гора. Это свалка. А я не знаю, как они там это формируют. Я в детстве это помню. Ну, сейчас они сделали как... Ну, похоже, как гора, обсыпанная чем-то. Да. Как выросла. В детстве, я помню, не было видно, а сейчас прям гора. И огородики. Такие чисто не дача, а такие прям... Такие хиленькие такие. О, видите? Ну, это не то, что... Там, где люди могли приватизировать, там, конечно, строить дома и так. А там, где просто такие склады арендованного типа, там от государства, там, конечно, люди... Чисто шашлык пожарить, огурец вырастить. Ну, вот в эту сторону, да? Видите, сколько. А там, где дом, это уже частная земля. Ну, вот там. Ой, сколько в огородиках. Видите? Да. И вот этот лес уже, как сосновый, такой больше. Значит, через примерно, там, 2 километра. Внутрь или километр влево. Это была станция в мое время. Но она работала, вот сейчас не работает. Нету там станции. Значит, там есть этот Солоспилский концентрационный лагерь, который был во время Второй мировой войны. Вот он здесь. Да, примерно. Ну, да, неполный километр отсюда, вот в эту сторону. Ну, и такая лесополоса. Можно сказать. Ну, в принципе, считай, почти мы приехали. На поле, да, просто встали. В детстве мне так не казалось. Перон, кажется, тоже с детства остался еще. Ну, вот. В этой станции я не был, наверное, в селе 30. Здесь были поля в мое время. Сейчас вот огородики людям дали. Как мы быстро приехали, даже не верится. В детстве казалось, так целая вечность идет поезд. Здесь все тоже были поля. То есть, свекла была и все. Ну, вот сейчас это неплохой район частных домов. Ну, вот. Сейчас пройдем мой путь детства, так сказать. Этот домик, да. Он тоже остался с моего детства такой же. Я не поверю, что он рабочий. Он просто... Ну, видите, люди все на машинах. Потому что не так популярны все эти поезда-то. Ну, вот это стало красивее, чем в моем детстве. Здесь вот аккуратненько сделали. Да. Вот этот шиповник, он тоже рос с моего детства. Вот, отрывали давай даже. Ну, вот так. Здесь была такая, мне казалось, целая вечность. Такая длинная-длинная дорога. Видите, там до того леска. И там девятиэтажных домов. Мне так казалось. Сейчас кажется, вот, да недалеко. Он даже машинам стоянка. Вот тогда просто такая тропа. Ну, асфальтированная, но чисто пешеходная. Никакой дороги, никаких домов. Ничего этого не было. Вот. Был, правда, один хуторок. Вот там маленький. Ну и все. Один на все поле. Сейчас целый район. Вовремя на настояло. Ну, красиво так, да. Да, я тут настроился, что буду вам долго рассказывать. Всякие мелочи, оказывается. Мы приехали, я и не заметил заезать. 20 минут прошло или не. Ну, сейчас пройдем путь моего детства. Я понимаю, это как бы мое, я думаю, ну, зачем? Видимо, зачем мне это знать? Ну, просто посмотреть, как люди живут и где, какие уголки у нас, как выглядят. Да, так необычно видеть. Темното-квартирные дома здесь. Где, если сказать, голые поля были. Ой, ой, ой. Единственное, вот эта дорожка была, эти деревья. Тут на поезд шли. Если с поезда задней стороны идти, на хвост, так сказать, тогда здесь удобнее было. Вот, да, сейчас и здесь. Необычно, но красиво. Красиво, такой современный район. Новостроек. Кстати, в Энсполсе этого не хватает. Ну, там много частных домов новостроек. Ну, вот так. Сейчас я вам покажу интересное место. Это связано тоже со Второй мировой войной. В детстве я там, наверное, тысячи-тысячи раз проходил мимо, но так не задумывался, знаете. Ого, как-то-то. Это вот седан. Здесь сейчас люди гуляют. Значит, вот здесь я всегда поворачивал. Значит, там поле. Здесь пешеходы. Я, допустим, с тренировки или со школы. Видите эти старые-старые деревья? Они еще с тех времен, когда здесь было. Вот здесь конкретно. Лагерь военно-пленных. То есть, если там, где я вам показывал, там был концентрационный лагерь такой, то здесь лагерь военно-пленных, именно советских, которые попали в немецкий плен. Вот эти, видите, такие бетонные. Они в 70-80-е годы когда-то возведены. Они так и стоят. Значит, это символизирует ямы. Ну, потому что советские военно-пленные здесь содержались в ужасных условиях. И чтобы спрятаться как-то от холода, многие из них, ну, выкапывали себе ямы, чтобы там остаться. Ну, так вот эти, мне кажется, волнистости. Это, может быть, из тех времен еще так. Ну, вот, и вот сам монумент военно-пленным. И так, тут, ну, конечно, возможно, это правда, что поскольку тоже люди были в голоде, то даже, ну, кора была содрана и так. Илья, ну, трагические события. И вот там наверху года 1941-1942. Ну, вот, я в детстве, ну, много раз тут ходил, был, конечно же. Мы просто посмотрим, вот такой монумент воздвигнут. Это, мне кажется, в 70-е годы, да. Там было на латышском языке надпись, а здесь на русском языке, да. Ну, вот, и такое трагичное, трагичное изображение, да, о военно-пленных, которые там друг на друге в ямах вынуждены быть. Ну, так, если я не ошибаюсь, насколько бы это трагично не звучало, вот эта горка, вот эти березки, ну, кто точнее знает, поправит меня, это почти, ну, как массовое захоронение, да. То есть, людей, которые погибли. Здесь, да, ну, вот так. Ну, вот. И сейчас здесь сделали такую аккуратную, я последний раз, наверное, здесь ходил, ну, сколько, ну. Условно, 30 лет назад здесь березки были, также поменьше они были, да. Просто была такая тропинка, довольно влажная, потому что тут вода накапливалась, и так, там такая канава. Ну, сейчас всего этого нет. Сейчас сделали как аккуратный парк. И так, да. Так что вот так, ну, просто, когда живешь здесь так часто с своей жизнью, рядом, все, здесь ты не задумываешься. Когда ты турист или редко бываешь, ты по-другому смотришь, что ты какие-то исторические факты вспоминаешь, да. Так, а потом, ну, по-другому, поэтому я так просто гуляю здесь. Ну, и там где-то дом просто было пшеничное поле. Так красиво с окна было смотреть. Ну, вот сейчас все разрослось. Да, видите, и поэтому, когда небольшие города, ну, вот, в Энспилсе таких, поскольку немного людей, многоквартирных домов, так нету новых, я имею в виду. Не строят особо. Но здесь зато, возле Риги, очень много строят и так далее. Ну, много людей частных домов выбирают все-таки, чтобы жить. Ну, так. Я хотел сказать, когда я жил, там были гаражи. Они там и остались, какие-то убрали, какие-то остались. Ну, просто вот здесь было, вот, смотрите, аккуратная такая, да, дорога. В мое время здесь просто была такая грязевая, ну, когда ребенком грязь такая, тут на кроссовых мотоциклах тренировались, которые на соревнования, ребята. Ну, так. Там поле, тут это и все. И гаражи. Ну, они были более разбросаны. Сейчас их как-то аккуратненько так разложили друг к другу. Углевики за свои собак. Вот здесь были тоже гаражи. Мы там прыгали в детстве. Ну, вот все это поле. Ну, так. А там, где сейчас фуры стоят, там была такая болотистая кусты. Там поле посередине было небольшое. Мы там футбол играли. Все заросшее было такое. Ну, сейчас, видно, используют люди практичным целям. Ну, вот. Город Саласпилс, поскольку он только один километр от Риги находится, границы, он вот такой разрастается. Удобно не так дорого, как в Риге. И в то же время, как спальный район Риги, да? Ну, вот. Я пришел к домам своего детства. Ну, вот. Играли мы, здесь бегали. И мама сейчас моя живет там, где вырос. Этот дом красиво утеплили. Он был такой, как этот. Как эти дома. Дом, где я жил, это вот этот. Улица Цалтная построительная. Давайте так остались. И, конечно, все было пусто. Ни одной машины, ну, одна машинка, может быть, была, но сейчас негде ставить. Все так разрослось. Здесь было просто для людей гулять. Здесь была такая детская площадка. Вот, советского образца. Но все-таки и сейчас для машины. Ну, потому что негде ставить просто людям. Да, во. Все, машина заставлена по разрешениям, только оно иначе не будет места. Ну, вот так. Вот такая поездочка. Может быть, вам что-то было интересно посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...